Функциональность современных социальных сетей, которая каждый день улучшается, совершенствуется и обновляется. Но вот в преломлении именно того, что я сказал, сегодня в любой популярной социальной сети у вас есть чат. Это возможность общаться с вашими друзьями, либо другими пользователями в режиме онлайн. То есть это полная аналогия того, что называется система мгновенного обмена сообщениями, Instant Messenger и самый яркий его представитель ICQ. То есть сейчас весь функционал ICQ полностью перекрыт чатами внутри социальных сетей. Это возможность оставлять посты, то есть функционал блогинга. В разных социальных сетях он называется по-разному. Где-то это как отдельный модуль идет, блог, где-то это заметки называется, ноутс или как-нибудь так. Но в любом случае у пользователя есть возможность размещать собственные сообщения, определять то, кому они будут доступны, давать возможность комментировать, вести обсуждения и так далее. То есть это функционал как раз таки блогинга. Далее статусы. В любой социальной сети есть статусы, которые можно повесить у себя в аккаунте. Это полный аналог функционала микроблогинга. Поиск, поисковые системы, вернее поиск в социальных сетях это функционал поисковых систем. Потому что помимо того, что есть возможность искать именно внутри социальных сетей, где очень много контента, который сами же пользователи туда добавили, постепенно идет интеграция поисковиков с социальными сетями. То есть на Фейсбуке уже, наверное, 80% Википедии туда закачано, если не все 100, и есть возможность искать какую-то информацию и сразу видеть информацию из Википедии, не уходя с Фейсбука. Не знаю, как сейчас, раньше на Фейсбуке был поисковик от Bing, это майкрософтовский поисковик, полностью интегрированный в модуль поиска Фейсбука и так далее. То есть поиск есть во всех социальных сетях. Возможность находить нужную информацию, не прибегая к помощи каких-то других сайтов. Сообщение для обмена информацией между пользователями не публично, а через так называемую личку, тот же самый функционал e-mail. И так далее и тому подобное. Можно очень долго продолжать этот список, смотреть из каких других сервисов и из каких других сайтов были взяты возможности, которые впоследствии появились в социальных сетях. Но факт остается фактом. Вот этот тренд, вот эта технология, которая сейчас наиболее популярна, она в том числе и наиболее популярна, потому что позволяет интегрировать внутри себя все те функциональные вещи, которые ранее были недоступны в одном месте. И кроме того, нужно понимать, что тренд он на той тренд, что он не всегда растущий, не всегда восходящий. Скажем, вот ICQ, ну или система мгновенного обмена сообщениями, как именно отдельные приложения, либо веб-сервисы, они популярность свою теряют. По данным Mail.ru Group, это компания, владеющая ICQ, как раз таки, это самая свежая статистика, хотя она всего лишь охватывает 2009-2010 года. Так вот, с декабря 2009 по декабрь 2010 аудитория ежемесячная ICQ во всем мире сократилась на целых 35%, то есть на треть во всем мире за один год. То есть это натурально падающий тренд, потому что люди больше пользуются социальными сетями, другими инструментами, а системы мгновенного обмена сообщениями, в частности ICQ, их все меньше и меньше интересует. В то же самое время такого катастрофического падения у блогов не происходит. Ну вот цитата из авторитетного достаточного издания Техноретти. Специальный доклад State of Blogosphere 2010, в котором как раз таки эксперты анализируют состояние благосферы, ее развитие за прошедший год и строят планы на будущий год. Это как раз таки доклад от 2010 года. И вот смотрите, что здесь пишут. Блоги по-прежнему ищут возможность сделать следующий шаг вперед. И следующая цитата. Использование блогерами различных социальных медиа инструментов увеличивается. И границы между блогами, микроблогами и социальными сетями стираются. То есть это что значит вообще? Это не я сказал, это еще раз повторяюсь, авторитетнейшее издание и эксперты мирового уровня, которые как раз таки строят прогнозы. Это значит, что тренд блогов, тренд благосферы, скажем так, блогинга, как вот в таком виде, в котором мы привыкли к нему, будет постепенно изменяться и переходить в тренд социальных сетей. И это не просто какие-то догадки, предположения или домыслы. Это результат анализа действительно большого количества статистической информации. Следующий важный момент, на который хотел бы обратить ваше внимание, это то, что появляющиеся тренды, они становятся именно трендами, набирают большую популярность и публичность гораздо быстрее, чем это было раньше. Пример из свежего, график, который показывает время, которое потребовалось какой-то социальной сети, для того, чтобы набрать первые 10 миллионов пользователей. Фейсбуку потребовалось 852 дня, твиттеру на 2 месяца меньше 780 дней. Сети Google+, которая была запущена в июле 2011, всего лишь 16 дней. Всего лишь 16 дней. Это в 53 раза меньше. Соответственно, здесь важно понимать, что это происходит не потому, что интернет в 50 раз больше становится. Это становится потому, что люди действительно поддерживают этот тренд. Одно дело, когда появляется что-то всем непонятное, может быть даже очень крутое, должно пройти какое-то время, прежде чем люди к этому привыкнут, поймут, научатся этим пользоваться. Осознают, что им это нужно. Другое дело, когда появляется что-то уже в тему, уже людям понятное, все знают, что такое социальная сеть, но только круче. Ты просто выходишь и говоришь, у меня то же самое, только гораздо круче. И пользователи к себе приходят гораздо быстрее, чтобы посмотреть действительно. Не факт, что Google+, продолжит такой экспоненциальный рост, не факт, что он догонит когда-нибудь Facebook, не факт, что пользователи, которые там зарегистрировались, эти 10 миллионов, они останутся на этом Google+, и будут поддерживать свой аккаунт в актуальном состоянии. Но факт, что всего лишь 16 дней понадобилось, чтобы набрать 10 миллионов пользователей, и при этом регистрация была закрытая только по приглашениям. Еще один пример уже из истории больше, чтобы показать вам, что сегодня интернет-тренды набирают популярность гораздо быстрее, чем это было раньше. Вот смотрите, ссылка, кстати, есть на официальный пресс-релиз на сайте ICQ. Так вот, в декабре 1999 года ICQ объявила о том, что зарегистрировался 50-миллионный пользователь. При этом сама ICQ была запущена в ноябре 1996 года, это значит, что чуть более 3-х лет, будем считать 3 года, понадобилось, чтобы получить 50 миллионов регистраций компания ICQ. Facebook потребовалось примерно столько же, даже больше времени, чтобы получить 50 миллионов первых зарегистрировавшихся. Facebook был запущен в феврале 2004 и в октябре 2007 заявил о том, что у нас 50 миллионов пользователей. То есть, даже больше Facebook потребовалось времени, больше, чем ICQ. Но что произошло дальше с 2007 года по 2011? С октября 2007 по июль 2011 на Facebook, вернее к июлю 2011 на Facebook было зарегистрировано, вот последняя информация, 750 миллионов активных пользователей. Активные – это те, кто заходили на данный сайт в течение последнего месяца. Это значит, что за 3 года они набрали 50 миллионов, а за последующие 4, даже меньше, чем 4 с октября по июль, еще 700 пользователей. За следующие 4 года они выросли в 15 раз, вы можете себе представить. И это произошло не потому, что они за 4 года запустили множество каких-то удивительных, уникальных функций. Это произошло потому, что сам тренд стал расти. Люди пришли вот эти 50 миллионов, они начали рассказывать о Facebook друзьям, партнерам, коллегам, сами привлекать людей. Facebook заметили какие-то большие СМИ, которые начали обсуждать это явление. И, соответственно, тренд стал восходящим. 750 миллионов активных пользователей – это просто феноменально. Еще раз посмотрите на вот этот график и запомните, что сейчас интернет-тренды растут гораздо быстрее, чем раньше. И самый быстро растущий интернет-тренд – это социальные сети. Следующая вещь, которую вы должны понимать, это то, что сегодня в социальных сетях есть все. Есть ваши друзья, есть ваши коллеги, есть бизнесмены, среди них есть потенциальные бизнес-партнеры для вас. Есть потенциальные клиенты и уже действительные клиенты ваших товаров и услуг. Есть ваши будущие подписчики. Словом, там есть огромное количество людей с самых разных областей, которые могут быть интересны вам. Поэтому сегодня любая успешная крупная фирма имеет в своем штате человека, который занимается, ну это должность по-разному может называться, пускай назовем его контент-менеджер, либо специалист по связи с общественностью в социальных сетях, неважно. Человек, который действительно следит за тем, что говорят пользователи в социальных сетях и компаниях, как-то взаимодействует с этими пользователями. И в любом случае занимается пиаром компаний именно в социальных сетях. Поверьте, это себя окупает. Если бы это себя не окупало, серьезные фирмы, которые всегда более инертны в принятии решений, никогда бы не вели такую должность у себя на фирме. Зачем компаниям, бизнесменам, крупным, мелким нужны социальные сети? Вот небольшой список, который я набросал, абсолютно никак его не систематизировал, просто что пришло в голову, то записал. Получение обратной связи. Всегда есть возможность напрямую пообщаться с пользователями ваших товаров и услуг, узнать их честное, непредвзятое мнение, причем в достаточно неформальном формате. Знакомство. Помимо того, что множество молодых и не очень людей заводят знакомство для улучшения своей личной жизни, бизнесмены также могут заводить полезные знакомства, получать новые контакты среди своих коллег, бизнес-партнеров и в том числе клиентов. Но об этом чуть позже. Далее быстрое информирование, причем быстрое информирование ваших клиентов, потенциальных и действительных, понятным им способом. Потому что да, вы можете на своем сайте, блоге и так далее опубликовать пресс-релиз, вы можете разослать его в какие-то специальные новостные СМИ, но в любом случае это будет дольше и это будет понятно меньшему количеству людей. Потому что цифры говорят сами за себя. 750 миллионов активных пользователей только одного Фейсбука. Это 750 миллионов человек, которые понимают, как получать информацию оттуда, где ее находить и так далее. Соответственно, если вы публикуете свои новости в социальных сетях, огромное количество людей уже понимают, как эту информацию получить. Быстрое информирование. Далее, популяризация бренда или пиар. В социальных сетях есть все, в том числе лояльные к вам пользователи. Вы можете популяризировать свой бренд и увеличивать сферу своего влияния с помощью социальных сетей. Раскрутка, реклама. Я думаю, что если всего несколько лет назад такая вещь, как вирусная реклама была в диковинку, и если вы изучали тему вирусного маркетинга, то в учащей литературе могли встретить только какие-то совершенно музейные экспонаты, какие-то архаичные примеры, то сегодня трудно встретить человека, который хоть раз не встречался бы лично с вирусной рекламой. Особенно, если говорить про медийную рекламу. Я не верю, что ни разу не было такого, что вам приходила ссылка на какой-то ролик, вы его смотрели и пересылали другу. А если это было так, значит вы уже сами сталкивались с вирусной рекламой и знаете, насколько это действительно заразная вещь. Ну и, наконец, тестирование. Отличный инструмент для тестирования своих идей на различных группах людей – это социальные сети. Резюмируя все, что я вам сказал, мысль основная, которую хочу подчеркнуть особо, это то, что сегодня социальные сети – это не просто сайты знакомств. Возможно, несколько лет назад, когда они только появлялись, их можно было воспринимать как просто сайты знакомств, но какой-то такой мудреный, и навороченный, и более модный. Сегодня социальные сети – это не сайты знакомств, это что-то гораздо большее и что-то гораздо более перспективное, то, что может быть интересно вашему бизнесу.